Федеральная Олимпиада школьников по родным языкам и литературам народов России проводится уже второй год подряд на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В 2023-2024 учебном году на Олимпиаде по татарскому языку участвовало около 400 учащихся 8-11 классов. 156 из них прошли на второй заключительный тур, который состоялся в марте этого года. Лидерами стали 23 участника, два победителя первой степени, 11 второй степени и 10 третьей степени. Ребята торжественно наградили грамотами и медалями. Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов и директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замлединов. Я изучала грамматику, лексику, также я много практиковалась, то есть были выложены демонстрационные варианты, поэтому я все прорешала. Также много времени уделила анализу произведений, также изучала по справочникам. Для меня родной язык — это, наверное, любовь, семья. Я очень горжусь своим народом, своим родным языком. Я очень рада, что имею, так сказать, честь быть носителем этого языка. Я стараюсь беречь свой язык и передать ему следующему поколению. Проект Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературам народов России был запущен по инициативе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 учебном году и направлен на воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к родному языку, сохранение этнокультурной самобытности народов России, укрепление статуса родных языков, поддержку и сопровождение способных талантливых школьников, глубоко владеющих знаниями по родному языку и родной литературе или желающих глубоко изучать родной язык и литературу. С каждым годом олимпиада становится масштабнее, увеличивается количество языков, площадок проведения и специалистов вузовского сообщества и организаций партнеров. Самое трудное на олимпиаде — это скорее вспомнить поговорки, потому что правила и творческая часть, она отдается полегче, чем вот сам фольклор там вспоминать то, что, вероятно, даже не слышали. Родной язык — это самое удобное и практическое, что у меня есть. Мне намного легче говорить на татарском с людьми, которые тоже понимают татарский, чем переходить с ними на русский и общаться так. Подобные олимпиады играют важную роль в поддержании культурного многообразия в нашем обществе и укреплении единства страны. Участие в них позволяет школьникам не только показать свои знания и умения, но и расширить кругозор. Олимпиада может стать отличным стимулом для изучения и сохранения своего родного языка и культуры. Кристина Отекина, Даниил Васильев, Универновости.